итак доброе утро дорогие друзья все мы начинаем новую неделю шавуатов всем хорошей недели и мы продолжаем изучать притчи притчи царя салмона мишли значит в инстаграме в фейсбуке и высылаем если вы подпишитесь на любой телеграм-канал или вот сап канал мы будем вам высылать эти уроки даже если вы пропустили свое занятие хорошо дорогие друзья все мы находимся в 24 главе 24 глава перевели часы не знаю как других странах в израиле перевели на час назад время поэтому сейчас по старому 11 по новому 10 и это очень интересно как мы видим при переводе часов насколько все относительно относительно время относительно места потому что я нахожусь в русалиме вы находитесь в каких-то других частях других частях мира и прекрасно меня видите и слышите так все я вернулся и мы видим что все все относительно вообще все относительно все виртуально как говорил царь салмон в куэрити в х autopsy он говорил и выявили мург лет все ревиль им это все пар паров все и выливали и мы это видим своими глазами что все 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 очень относительно хорошо а что не относительно Тора. Тора не относительно. Тора это объективная реальность, которая была, есть и будет, которую когда-то, когда-то все Drew, еще до сотворения мира создал Тору, и потом из Торы появился мир, и Тора это объективная реальность, которая была, есть и будет, и Тора не меняется уже много тысяч лет. И она никогда не изменится. Пока существует мир, Тора будет неизменна. И говорит нам 24 главе царь Соломон 26 отрывок мы остановились в 25 отрывок что лемухихим и нам валеем того беркатов что те кто увещевают им будет приятно и на них придет благословение то есть те люди которые пытаются реально хотят улучшить мир улучшить других людей улучшить себя и вот они начинают других леохиях если они это делают правильно то тогда если они это делают правильно то тогда значит идет на них благословение а если они это делают неправильно тогда идет на них проклятие откуда мы знаем что тот кто увещевает правильно на него идет благословение а тот кто увещевает неправильно на него идет проклятие есть вторая известная история когда Яков Авину про отец Яков он после того как он 22 года был у Лавана и там он женился У него вот четыре жены, уже у него к тому моменту было 12 сыновей, 12 колен Он возвращается в землю Израиля И в земле Израиля он останавливается возле города Шхем И останавливается лагерем, покупает место возле города Шхем И его дочка и с мамой, и еще с какими-то людьми идет в город Шхем И там ее в Шхеме ворует сын царя этого города Он ее хватает, насилует и, значит, влюбляется в нее, в Дину Он в нее влюбляется, приходит к папе и говорит Папа, иди, значит, к Яакову Они вот как раз купили рядом с нами место И договариваться, чтобы я на ней женился Приходит этот папа Хамор бен Шхем Хамор это звали сына Хамор, а папа звали Шхем Значит, приходят они к Яакову договариваться И Яаков говорит, я ничего не могу сказать Представляете, такая страшная ситуация Дочку украли, изнасиловали Теперь приходят, хотят жениться Он говорит, я не знаю, у меня сейчас сыновья придут Мы будем думать, что делать И сыновья возвращаются из поля Они были там после стада и так далее И он им рассказывает, что как И они решают, что они сейчас скажут Им же надо забрать сестру первым делом, да А потом уже решать, что делать И они, значит, говорят так Что мы евреи обрезанные У нас союз с Богом, мы союз обрезания Мы сделали обрезание И если мы не можем свою сестру, дочку отдать за необрезанных То есть мы не можем с вами жениться Потому что вы необрезанные, у вас нет союза с Богом Тогда этот Шхем и его сын Хамор Они, значит, говорят, собирают народ И говорят, смотрите Давайте сделаем обрезание, чтобы с ними соединиться В одну семью И, значит, соединимся с ними в одну семью А потом у них все заберем, их ограбим, значит И как бы все будет нормально Ну, эти жители города собрались, обсудили Да, хорошая идея, значит, прекрасная схема Что нам, обрежемся И они сделали обрезание Сделали они обрезание И после этого на третий день Два родных брата Дины Это был Шимон и Леви То есть всего было 12 сыновей Но они же были от четырех матерей Поэтому были ее родные братья От матери, от Леви Шимон и Леви Они вдвоем взяли свои мечи И пошли в город И вырезали весь город То есть они победили весь город Победили, вырезали всех Теперь, когда Яков умирал Он давал благословение всем сыновьям И он сказал Проклят гнев Шимона и Леви И за то, что они проявили Вот то, что они сделали Но казалось бы, они сделали То, что по тем временам Было абсолютно правильно и законно То есть они совершили суд По законам сыновей Ноаха Если за преступления Практически за все преступления Была смертная казнь Было мало законов И очень было за их нарушения Очень были жесткие наказания Так они сделали в принципе Все, что надо было сделать по закону Но У них было совершенно разное Потом Яков он сказал так Что проклят гнев Гнев Леви и гнев Шимона И за это у них не будет наделать Среди Израиля Они будут жить между братьев Колено Леви Они стали колено священников Они вообще не получили земли Они служили в храме А колено Шимона Они получили маленькие Наделы среди других колен И в чем разница У одного из них У Леви Он шел Именно Выполнять заповедь И у него не было личной Никакой неприязни То есть он Это делал Он это делал для того Чтобы выполнить закон Всевышнего Что преступник должен быть наказан И у него не было в этом Никакого личного Мести там и так далее Шимон Он это делал У него была какая-то Примесь в личной Личной мести И у них получились Абсолютно разное будущее Эти стали священниками Эти стали просто Самым маленьким коленом В народе Израиля Теперь Когда человек Когда человек Увещевает другого Он ему делает замечание Какое-то Он хочет его исправить Весь вопрос в его намерении Или он это делает Намерение его Именно для добра Другого человека И тогда он Десять раз подумает Тогда он Его Увещевание Будет Больше шансов Что оно будет принято Хотя тоже Оно не обязательно Будет принято Но тот Кто увещевает Для того Чтобы второго унизить Для того Чтобы возвыситься То есть У кого есть примесь Вот этого эго У того увещевания Намного пойдет тяжелее И 26 отрывок Как раз Сарь Самон Развивает эту мысль Шлома Милах И он говорит Сватаем Ишак Мышив Дворим Уста Целующие Да Как губы Целующие Тот Кто использует Слова правильные В увещевании Вот тут Как раз Очень хорошо Сейчас Современные Все исследования В психологии Они доказывают Эту мысль Которую Царь Самон Сказал Более Около Трех тысяч лет назад Значит Современная психология Она говорит Что На сегодня Один из самых мощных методов Взаимодействия с людьми Есть такая книга Называется Мозг Инструкция по применению И там говорится Что когда ты На кого-то давишь Когда ты Директивно Кому-то говоришь Что делать У него включается Внутри Сопротивление И включается Этнагдуд Это наявите Такое слово Сопротивление Когда ты говоришь Даже самые правильные вещи Но ты говоришь Это директивно И прямо говоришь Человеку Что делать У него включается Сопротивление Есть такой метод Коучинговый метод Который открыли Открыли Вот только сейчас И этот метод Это когда ты Задаешь вопросы Когда ты Даешь Например Информацию Да Какую-то человеку И он сам Принимает решение Тогда у него Не включается И вводит Нагдуд Вот этот вот Его эго И вводит Сопротивление Внутреннее Я вспоминаю Что Равицкак Зильберг Он Он Когда Кого-то Увещевал Он не увещевал Прямо Он не говорил Человеку Что он что-то Неправильно делает Да Он Брал Например Какой-то Кусочек Историю Он говорил Давай вот Поучим Смотри Как написано Интересно Так 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 А еще Я вспоминаю И человек Из этого Он понимал Из этого Он понимал Человек Что он где-то Совершил ошибку Он сам додумывался Но он ему Не говорил Что тот ошибся Что тот неправ Ну Просто как бы Давал между делом Информацию Я вспоминаю Одну историю Как Равицкак Зильберг Он Сидел Его отец Был Рав Казани И как-то В Синагодии В Казани Это были Тридцатые годы И Его отец Сидел И слушал Как Шохет Проводит урок И он проводил урок По Мишнает И он проводил урок По Мишнает Мишнает Это устная тора Вот как мы сейчас учим Это Мишна И Шохет Он давал Какое-то объяснение И папа Сказал Равицкаку Еще маленькому Он говорит Смотри Вот в этом месте Он сейчас ошибся Он сейчас в этом месте Ошибся Вот тут надо не так говорить Но он вслух не сказал Он его не остановил Потом Прошло несколько дней И он Они вместе шли С этим Шохетом И папа говорит Равзильбера Знаете Говорит Есть вот такая-то Мишна Там в другом месте Привел Мишну В третьем месте Привел Мишну В четвертом И вот Бывает иногда Вот такая вот ошибка Логическая Иногда вот Еще в этом месте Часто ошибаются И он привел И он привел Вот ту же Мишну Которая Шохет ошибся И тот говорит Аааа Говорит Вы знаете Как хорошо Что вы мне сказали Я Я Несколько дней назад Ее преподавал И я вот в этом месте Ошибся Надо срочно Срочно Исправить Людям сказать То есть Когда ты Даешь Вот это вот Увещевание Намеком Вопросом Даешь какую-то информацию Человек сам Принимает решение Тогда Это как раз То чем сказал Царь Самон В 26 отрывке Сватаем И шаг Мы шим Дворим Нахоним Как уста Целующий Тот кто Использует В увещевании Слова Правильные Слова Правильные Это как раз Коучинговый метод Коучинговый метод И В принципе Вот эти все Замечания Они Очень Иногда Приносят Очень большое Зло Потому что Когда человек Увещевает Неправильно Вот тот же Зинберг Зацарь Он рассказывал Что в ладере Он как-то Сделал замечание Какому-то уголовнику Зачем он это сделал Тот вылил всю воду Которую он На весь ладере На весь ладере Готовил И он Равыцкая говорит Я его просто спросил Зачем Одно слово Сказал Зачем Он говорит Мне потом это слово За то что я спросил Очень большими Проблемами Вернулось Да И Вот эти все Замечания Это главная Главная причина Конфликтов Между людьми Люди Друг друга Обижаются И так далее То есть Очень надо быть В этом осторожными Вот Еще раз Как Сватаем И шаг Мышим Дворим Наханим Есть кстати Интересно В шелхонорке Есть Насчет Увещевать Есть Следующая Такая вот Идея С одной стороны Вторая Заповедь Ухе Тухех Это Метеха Волотис Алавхет То есть Ты должен Увещевать Своего ближнего И ты не Понесешь За него Грех Потому что Если ты Его не Увещеваешь А ты мог бы Его исправить И он делает То ты как бы Становишься Соучастником Теперь Но в другом месте Написано Что Если у тебя Нету шансов Исправить То ты не должен Его увещевать А тем более Если у тебя есть Шанс Из-за того Что ты его Начинаешь увещевать Что Что будет Еще хуже Да Как определить Увещевать Не увещевать И в шелхонорке Написано Как есть Заповедь В правильном месте И правильно увещевать Также есть заповедь Там где увещевания Не помогут Не увещевать И рассказывает Историю Как во время Во время Еще до революции Был один еврей Такой уже Нерелигиозный Такой ничего не соблюдал Он был банкир И в этом же городе Жил Жил Хасидский рэбэ Такой цадик Хасидский рэбэ Этот еврей Банкир Который был уже Полностью нерелигиозный Вообще Такой антирелигиозный Вдруг ему сообщают Он жил в богатом Очень доме Что к нему Рэбэ пришел Хочет к нему прийти Он говорит Ну запустите рэбэ Он запустил Приглашает рэбэ Рэбэ И ему говорит Здравствуйте Здрасте Значит Сел Сидит на него Смотрит И молчит Тот ему говорит Банкир этот Ну Чего вы пришли Чего вы молчите Он говорит Я сейчас выполняю заповедь Тот говорит Какую же заповедь Вы выполняете Он говорит Я выполняю заповедь Как написано Шелка на рухе Что если Надо увещевать То Ты должен увещевать Но если Твое увещевание Не поможет Так ты не должен Увещевать То есть И эта заповедь Промолчать там Где оно не поможет И он говорит Я сейчас выполнил заповедь Не увещевать там, где не поможет Кто-то ему говорит Послушайте, говорит А откуда вы знаете, что поможет, не поможет Что за эти самые Загадки, квесты Вы мне скажите, о чем речь идет Он говорит, вы знаете В Торе сказано, что Очень нужно быть осторожным И очень нужно помогать вдовам и сиротам И особенно нужно быть осторожным Со вдовами, сиротами И им надо помогать У вас сейчас банк выселяет из дома Вдову Как раз сиротой Потому что они там не вернули какую-то суду И вы просто их выгоняете Из дома, им негде будет жить на улицу Но я знаю, что для вас в Торе ничего не значит И для вас Вдова, сирота Для вас же в Торе ничего не значит Поэтому я решил, что Не увещевать вас я не могу Увещевать вас нет смысла Но я пришел, выполнил заповедь не увещевать Он так ему рассказал Поделился информацией Тот говорит Послушайте, что я животное Что ли, какой-то зверь Что я вдову сейчас и сироту выгоню на улицу Я говорит Конечно, я сейчас беру эту суду на себя В общем, он эту вдову как бы спас Но насколько я так красиво он сделал То есть он не пришел Не начал его там увещевать Убеждать То есть тот сам его просил Расскажи, расскажи Что ты хочешь Почему ты пришел И так далее Это как раз вот иллюстрация На вот этот 26 отрывок Сватаем и шаг Мы шив дворим находим Как уста целующие Тот, кто увещевает И говорит правильные вещи Умеет правильно это делать Умеет исправлять людей Но при этом не обижая Не ухудшая Хорошо 27 отрывок 27 отрывок Он глобально тоже Такой очень важный совет Особенно для молодых людей Которые только начинают свою жизнь И опять же Если у вас есть такие люди То вы им напрямую не говорите Вот так надо делать А просто можете информацию эту сообщить Значит, говорит 27 отрывок Царь Самон следующее Значит, приготовь снаружи Свою работу Ва-ты-да-ба-саде И подготовь поле Ва-ты-да-ба-саде-лах Ахар-банита-бейтеха И приготовь, значит, поле себе А после этого Строй свой дом Значит, ну, по-простому Без комментариев Вообще непонятно Что имеется в виду О чем он говорит Какую приготовь Соверши Ахэн-баху-саде-ха Подготовь работу свою Вне дома Потом подготовь поле А потом, значит, строй дом Непонятно Теперь объясняют мудрецы Смотрите Здесь конкретный совет Человеку, который входит в жизнь В каком порядке он должен действовать Ну, обычного человека Его потребность Первым делом Обустроить себе жилище Где он будет жить И человек, он хочет обустроить себе жилище А потом уже будут думать Что делать дальше Царь Соломон говорит Нет, вообще не так Прежде всего Ахэн-баху-саде-ха Ты должен создать себе Млаха Способ пропитания То есть научиться Чем-то зарабатывать Первым делом Твоя должна быть задача Приобрести профессию Которая ты можешь Приносить пользу людям Для того, чтобы получать деньги Как награды За то, что ты приносишь пользу То есть Ахэн-баху-саде-ха Вначале Приготовь снаружи свою работу Потом Приготовь поле Найди место Где ты будешь работать Найди место Где ты конкретно будешь работать У тебя должно быть поле С которого ты зарабатываешь И только после этого Построй свой дом Рядом со своим полем А никак не наоборот И после этого Ты можешь жениться Дальше говорится Что уже жениться Ты должен Когда у тебя уже есть дом И ты можешь Ты можешь Как раз Содержать свою семью То есть Это очень важно Идти именно в этом порядке Вначале профессия Потом Начать зарабатывать Остановиться где-то Где ты будешь работать И только потом Покупай дом Потому что Если ты Делаешь в другом порядке Ты потом от дома своего Не можешь уехать Он тебя держит корнями А зарабатывать здесь Ты не можешь А не можешь ты здесь зарабатывать У тебя нет профессии Так как же ты будешь В этом доме жить Как ты будешь семью содержать Понятно, да, идея? Вот Теперь Если человек уже Он прирос К какому-то дому Нам сейчас проще Можно приобретать профессию Вот у меня сейчас Интересно получилось Что Я стараюсь Больше часовой работы Делать в интернете И тогда у меня получается Что моя профессия Обучать людей И в интернете Место Это интернет То моим домом Может быть любое место Потому что Уже моя профессия Она не привязана К территориально К какому-то дому Но если бы Например Я был по профессии Бармен Да И я умею Только делать Хорошо кофе И потом я нашел работу Где-то Например Хорошую работу Нашел там В Киеве Или в Москве То я там должен Рядом с работой Строить свой дом Потому что Я там могу зарабатывать А если я построю дом Где-нибудь далеко А у меня там нет работы Как жить Понятно Да идея Очень хорошая идея Очень правильный Такой вот Порядок Да И поэтому Поэтому Значит Давайте подведем итог Сегодняшнему занятию Первое Нужно научиться Не только Сувещевать То есть Увещевание Это очень сложно Если ты научился Увещевать Правильно И так Разговаривать С людьми Чтобы они На тебя не обижались То в процессе Неувещевания Ты вообще Мастер И молодец Поэтому Очень важно Научиться Говорить с людьми Спокойно Красиво Правильно Потому что От коммуникации Зависит очень много В жизни человека Дальше Очень важно Вначале Приобрести профессию Которую ты Приносишь пользу Потом найти работу Где ты будешь Работать Своё поле С которого Ты будешь Кормиться И рядом с полем Строить свой дом Всё Очень полезный Сегодня урок Такой Всем удачи Успехов Шавуатов Хорошей недели И с Божьей помощью Чтобы были благословения Во всех хороших делах Всё Всем счастливо Пока